Итак, познакомимся. Немного расскажу о своей таблице, которую я использую для наведения миномета на цель. Сразу хочу озвучить, что данный способ подойдет далеко не каждому. У кого-то крашится арма при сворачивании, кто-то просто категорически против использования точки наведения при наведении миномета, кто-то жертвует точностью ради скорости. Если набить руку, я считаю, что данный способ будет как точный, так и достаточно приемлемо быстрый. Что он из себя представляет? Есть несколько страниц. Это российские минометы, листочек с координатами для ввода данных в координатах и американские минометы. Российские от американских отличаются тем, что у российских системы средних состоит из 6000, а у американских из 6400. Итак, как это все происходит? Мы находим себя на карте и вводим свои координаты. Координаты для более точной стрельбы необходимо вводить как можно точнее. То есть, координата квадрата, где мы находимся 100 на 100, соответственно, будет погрешность, возможно, погрешность 100 на 100 метров. Поэтому, если ввести координаты в десятках или единицах метров, то это будет еще лучше. То есть, например, наши координаты, допустим, мы стоим прямо на пересечении на линии, да, 48, там 100 по у, высота наша там 5 метров. То есть, находим цель, нам командир ставит метку, куда нам надо стрелять, находим координаты этой цели. Например, это будет там 20 по х, 115 по у, высота цели там 300 метров, к примеру, да. Также мы находим данные на карте, нашу точку наведения, куда будет смотреть наш окуляр, вводим его координаты. Это может быть все, что угодно, потому что там 50 против там 101. Если есть корректировщик, он ставит на себя метку, мы вводим его координаты. И это, может быть, пускай это будет 30, как 120. Ну, это вели координаты. Все координаты, если обратили внимание, то при изменении какой-либо из координат цели и орудия меняется значение нашей дистанции. Обратите внимание, 50 это будет 3,354. То есть, табличка сама высчитывает уже дистанцию на цель. Кроме того, эта табличка высчитывает направление на цель. То есть, для 40, вот, допустим, ось х имеет значение 48. То есть, наша координата по ху 48. Мы видим, что направление на цель 298 градусов в тысячных сразу пересчет. Это 49,69. Если мы введем здесь 60, изменилась наша дальность. И также изменились наши данные по направлению. Это уже 291 градус и 48,43. Дальше. Здесь еще эта же табличка высчитывает поправки на разность в расстоянии. То есть, мы знаем, что наша табличка имеет шаг по дальности в 50 метров. Мы забиваем здесь 50 метров. Для нашего примера, дальность миномета 3176 метров. Такой длины, до такой дистанции в табличке мы не найдем. Мы найдем либо 3100, либо 3150, либо 3200. В данном случае, наиближайшее из допустимых значений в таблице у нас является 3150. То есть, мы вводим значение этой таблице. Например, 3150 это 647, к примеру. Мы смотрим по табличке значений. Но мы-то знаем, что нам надо стрелять не на 3150, а на 3076. Какая разница между этим значением и табличным значением? 26 единиц. Я забиваю 26. То есть, мне нужно стрелять дальше на 26 метров. Я смотрю опять же по таблице. Шаг таблицы в метрах 50. Разница в тысячных между 3150 и 3200. Например, в 12. Ну, давайте, например, в 10. Табличка сама пересчитывает и говорит, что для того, чтобы стрелять не на 3150, а на 3076, необходимо ввести поправку в 5000. Дальше. Учитывая, что наша высота находится много выше, а именно на 295 метров выше, соответственно, мы должны ввести поправку по дальности еще с учетом разности высот. Мы опять же смотрим нашу табличку. Видим, что дальность, величина корректировки на 3150 мы взяли, да, является 10. Между 3150 и 3200 метров, например, изменяется на, к примеру, 2, да. И, соответственно, наша табличка пересчитывает, что поправку на высоту при данных значениях, на высоту этого уровня, разницу высот на 295 метров, необходимо ввести 33 тысячных. В итоге имеем данные, которые необходимо ввести в наш прицел. Это 6907, еще раз обращаю внимание, это чисто случайные данные, да, и значения по углу в 685, то есть мы взяли наше табличное значение, ввели поправку на разность дальности, то есть мы ввели значение для 3150, поправку на 26 метров чуть дальше, нужно 5000, и еще на 295 метров по высоте в 33 тысяч, получилось 685. Введя эти значения, мы выдаем 3 пристрелочных, и дальше уже нас будет корректировать корректировщик, да, корректировщик будет находиться, ну, по данным координатам, да, на 1118 метров, соответственно, корректировщик смотрит в бинокль и говорит, что нужно стрелять левее, он посмотрел в бинокль, например, на 10 тысячных, да, мы вводим эти значения в табличку, 10 тысячных, табличка пересчитывает и говорит, для того, чтобы стрелять правее, необходимо будет ввести 69-11 в прицел, да, было 6907, и чтобы бить правее, нужно ввести 69-11, навести опять миномет, окуляр наш на точку наведения, и, соответственно, наши мины будут ложиться на 10 метров правее. Теперь попробуем все это реализовать, всю эту табличку, как это все происходит на практике. Итак, зашли мы в редактор, установили, приготовили здесь минометчика, миномет, и к нему снаряды, 2В14, также установили цель, находящуюся на приличном расстоянии с разницей в высоте, здесь визуально я ее точно не вижу, и не могу никак видеть. Допустим, доложил нам о ней данный человек, корректировщик, который подобрался, так скажем, вот сюда, да, заметил находящегося здесь противника, в составе двух отделений, и поставил на них метку. Метка стоит, метка стоит. Все, то есть он поставил на них метку, что необходимо сюда отправить несколько снарядов минометов. Итак, поехали. Итак, появляемся на карте, первым делом определяем свое местоположение. Мы стоим на середине ВПП и возьмем этот ориентир в качестве нашего, так сказать, второго ориентира. Проводим прямую. Все, как всегда, на середине ВПП ставим точку, это наша точка, местоположение. Убираем все лишнее. Итак, теперь готовим миномет к сборке. Одну часть кладем над землю, вторую часть вешаем себе на спину, берем инструменты, таблицу. Итак, мы смотрим на карту, да, приехали на место дислокации. Открываем карту, возможно, все вот эти координаты уже будут известны до того, как мы сюда приехали, поэтому это еще несколько сократит время нашего наведения, да. Берем инструмент работы с карты и при помощи данного части инструмента определяем координаты с точностью до десятка фотоэда единиц метров. Итак, ну давайте начнем с нашей, если по порядку, то с орудия, да, где у нас стоит орудие? Орудие стоит у нас вот на этой точке. Прикладываем 0 и смотрим, что это 15 раз 2, 15, 15 и 2. Забиваю X-орудие 15,2 по Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 95 сотых, 49 и еще 95. Забиваю 49, 95. Это мы высота нашего орудия 5 метров. Итак, это мы определили координаты по X, по Y и по высоте нашего орудия. Теперь, ну, необходимо определить координаты по X и по Y и по высоте нашей цели. маркер, который нам установили. Находится он по Y сразу на линии 44, поэтому ось Y орудия 44, ось X приложили 0, 1, 2, 25, да, 43, 25, 43, 25 сотых. Высота нашего орудия 177, 176, 175. В беду 175. 175. Наша высота. Теперь нам еще уже известны координаты картиокорректировщика нашего, да. Опять же, совмещаем нолик. 44 раз, два, значит, картиокорректировщик по X 44 и 2, по Y раз, два, три, четыре, 39 и 4. 39 и 4. Итак, сразу же, пока есть, как говорится, время, покажу табличку, что в ней получается. Итак, ввели мы наши координаты 15 и 2 по X для орудия 49 и 95 по Y высота 5. За орудием закончили. Перешли к цели, завели по X 43 и 25 по Y 44, высоту 175. Точки наведения мы пока свои не определили. У нас есть точка на корректировщика. Это 44 и 2, 39 и 4. Автоматически после введения координат орудия и цели у нас посчиталась дальность 2867 метров. Теперь продолжим. Открываем. Покажу еще раз. Открываем. Так как мы стреляем с российского миномета в листочек российские минометы и видим, что у нас здесь определились направления на нашу цель в тысячных на нашу цель в градусах. Переходим. Закрываем карту, переходим к миномету и видим, что наш миномет должен смотреть на 102 приблизительно вот в эту сторону. Я открываю меню сборки миномета и азимут 102 его собираю, чтобы потом меньше была необходимость переставлять двуногу и сразу же горизонтирую. Обязательно не забываем. Итак, дальше мне нужно будет выбрать точку наведения. Сажусь на место стрелка, открываю так сказать оптический прицел, прицел, прицел и вижу, что опять же очень хороший ориентир у нас это башня. Давайте определим ее координаты. Возвращаясь на карту, ставлю точку, приблизительно вот сюда мы будем смотреть, точка наведения. Итак, определяем ее координаты. Опять берем инструмент, прикладываем инструмент к нашей точке, совмещаем с номером и видим, что 16 раз, два, три, четыре, пять, 16, 55. Ввожу координаты точки наведения по х 16, 55. По у 49, раз, два, три, четыре, пять, 49, 5. По у 49, и 5. Итак, теперь если мы посмотрим на нашу табличку, на нашу табличку, то увидим, что направление на цель дано, направление азимут на точку наведения есть, дальность декоретировщика посчиталась координатами, дальность на цель у нас есть, разность высот, координаты по высоте есть, и по данные прицела по азимуту уже автоматически считаются, они будут равны 28, 98. Смотрим. возвращаемся в наш миномет, открываем прицел, вводим необходимые координаты данные 28, так, вот, 28, 98, 60, 70, 80, 94, 98, и совмещаем уже наш миномет с центром данной башни, я считаю, что центр вот здесь, могу, конечно, ошибиться, погрешности, хорошо, давайте возьмем мне эту точку наведения, давайте поищем другую, ну, дерево вряд ли будет, можно вот этот домик, антенна, что мы видим на карте, этот домик можно взять, можно взять вот здесь антенна, еще более лучший способ, вот она, антенна, тогда ставим точку наведения сюда, и определяем ее координаты, координаты ее будут ось, точки наведения по ху 24 раз, 2, 3, 35, 24, 35, по у, 56 раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 75, 56, 75, да, итак, после того, как мы ввели новые координаты, новой точки наведения, то, обратите внимание, автоматически у нас пересчиталось направление на эту точку наведения, и, соответственно, пересчитались данные в прицеле. Возвращаемся к нашему миномету, открываем наш прицел и вводим 38, 0,9. 38 уже стоит, 0,9 поставили, и опять же стрелочками наводим миномет на эту антенну. Так, мы видим, что наш окуляр смотрит на нашу антенну. Теперь возвращаемся в табличку и забиваем туда необходимые данные. Наша дальность 2867. Третий снаряд бьет максимум на 3100. С учетом разности высот этого может не хватить, поэтому лучше взять дальнобойный. третий снаряд. И давайте я вот так сделаю. Так, сейчас открою нашу табличку. 2867. Ближайшие это 2850. вот теперь мы видим и табличку нашу и табличку стрельбы в армии. И смотрим, что 2850 ближайшие 639. Вожу 639. Но стрелять нам не на 2850, а на 2867. То есть на 17 метров дальше. Вожу на 17 метров дальше. Шаг в метрах у нас идет 50. То есть 2850, 2900. Разница между в тысячных показаниях прицела 3948 в 9 единиц. Ставлю 9 единиц. И автоматически у нас высчитывается поправка на эти 17 метров. То есть это будет три тысячных. Но наша высота находится немного выше. Точнее на 170 метров. Поправка на 100 метров по высоте для 2850 метров 7. Но так как наша цель находится не на 2850 а на 2867 1717 метров чуть дальше это чуть дальше разница в одну тысячную. То есть наше значение 2857 следующее 2900 является 8. То есть разница между 7 и 8 и 1 забиваю 1 и автоматически рассчитывается поправка на высоту 12 тысячных. В итоге значение нашего прицела будет 6.54 Возвращаемся к нашему прицелу вводим значение 6.54 ставить 6.54 и совмещаем совмещаем наш треугольничек с нулем возвращаю окуляр на место смотрит на антенну 6.54 38 38 0 9 все и намет готов к стрельбе готовлю себе 3 первых выстрела дальнобойных мы настрелим два три и попробуем их запустить на нашу цель заряжаем и хочу обратить внимание как после нового обновления будет наш прицел после выстрела уходить от нашего наведения выстрел тряхнуло но сильно не ушел заряжаем видите насколько уже ушел открываю прицел и смотрю что треугольничек у нас от выстрела сбился возвращаю в центр заряжаю и бегу на место корректировщика чтобы посмотреть туда ли мы вообще стреляем так где наша цель открываем наш виногр ну в принципе близко кого-то даже поразили но не так точно как хотелось так теперь наш корректировщик нам говорит вот с учетом разброса в принципе прямое попадание как только они выжили я не понимаю поэтому нужно еще несколько снарядов сюда запустить с теми же данными наводки и я думаю все будет в порядке давайте еще шестерочку сделаем два три четыре четыре пять шесть и как раз посмотрим как сбивается наш прицел при стрельбе так готово заряжаем проверяем все ли стоит на месте вижу что уже не все открываю прицел вижу что треугольничек у нас чуть ниже нужно приподнять приподняли он сместился да в то время когда заряжающий будет заряжать в это время параллельно с ним наводчик миномета будет совмещать назад треугольничек возвращать в центр выстрелил пока этот заряжает стрелок в это время наводчик совмещает все опять на места по сути и не открывать я вижу что вот сместился правильно ожиданные в прицел все введены при этом можно просто совмещать центр с нашей точкой наведения и тем самым корректировать сколки аж долетают до сюда еще будет еще будет и теперь мы смотрим да что например цели еще остались нужно где-то расстояние в 10 ты к нам побежал допустим нам нужно бить правее на 30 тысяч мы видим что у нас вот 0 хочу чтобы прилетели сюда расстояние от этого до этого в 3 до 90 тысяч возвращаюсь к своей табличке возвращаюсь к своей табличке и вижу что поправки по разуму у меня выбор от вертик сказал что нужно бить правее правее на 30 тысяч 30 увожу это где-то 10 метров на 5 если надо бить правее ввожу 38 38 14 возвращаюсь в свой миномет сажусь за стрелка открываю прицел и ввожу данный 38 14 чтобы бить правее 14 и опять же стрелочками совмещая наш центр с нашей точкой наведения в данном случае это антенна отправлю еще туда 3 снарядника как раз испытаем правильно ли введены коррекционные данные так сказать так так как так Продолжение следует... 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 Продолжение следует...